В преддверии праздника Тверская картинная галерея приглашает горожан в гости. На выставке новогодние мотивы собраны экспонаты, без которых невозможно представить с детства любимый праздник. Игрушки ручной работы, картины и открытки. Над всем этим трудились лучшие дизайнеры и художники Твери. Среди них Лариса Лукьянова, чьи иллюстрации можно встретить на страницах детских книг Самуила Маршака и Гайды Лаксдень. Сейчас все эскизы она выполняет на компьютере, но они все равно выглядят очень рукотворно. Сначала она рисует силуэт от руки, а затем уже цветом дополняет на компьютере свои рисунки. У нее работы с юмором большим очень профессиональные и замечательные. Атмосферу Рождества, следующего за Новым годом, создают куклы ручной работы. Фигурки ангелов раньше было принято не только вешать на елку, но и дарить. А вот душой экспозиции сотрудники музея называют картины и открытки, нарисованные детьми. Ведь именно они, как никто другой, чувствуют атмосферу праздника. Одна работа так впечатлила маститых дизайнеров, что стала визитной карточкой выставки и была помещена на афишу. Она выполнена скупыми, скажем, достаточно графическими средствами, но тем не менее очень хорошо показывает и саму атмосферу Нового года, и то, что мы ожидаем. И какие-то вот такие, ну вроде бы для нас очень уютную атмосферу создают. Еще одна работа выполнена восьмилетней Алисы Шуваловой. Не так давно юная художница заняла третье место на всероссийском конкурсе «Вдохновляющий Эрмитаж», посвященном юбилее музея. Приглядевшись к картинам, на дно из них можно увидеть запорошенный снегом императорский путевой дворец, возвращение в который очень ждут все сотрудники картинной галереи. Для них это будет самое настоящее чудо. Нам, конечно, хочется и поскорее, может быть, и во дворец попасть в свой, опять окунуться в эту атмосферу. Новый год там очередной, и думаем, что он принесет нам всего много интересного, радостного. И вот эта выставка хороша тем, что она не просто нас погружает в атмосферу, но в атмосферу именно вот такого чуда, которое должно случиться.